В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня директор Центра развития «Пламенный» Александр Ширяев и руководитель проекта «Система интеграционных лагерей для детей с аутизмом» Елена Скатькова. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про проект, который вы сейчас реализовываете. Проект «Система интеграционных лагерей для детей с расстройством аутистического спектра» – это лагеря летнего отдыха загородного, где дети могут пребывать своими родителями. Дети именно с аутистическим спектром расстройств, которые могут наравне со своими сверстниками, с обычным развитием проводить время на улице, заниматься какими-то развивающими занятиями, могут заниматься различными творческими мероприятиями, могут принимать участие в каких-то играх. Для них раньше не было создано таких лагерей. Они не могли приехать в обычный лагерь в силу своего заболевания, потому что им было тяжело находиться без родителей. Они не всегда могли найти общий язык, контакт со своими сверстниками. Мы хотим дать сейчас эту возможность ребятам, чтобы они хотя бы попробовали на первых этапах с родителями провести время вот в таких условиях загородного именно отдыха. То есть обычный лагерь, который мы привыкли видеть и понимать, да, только здесь будут отдыхать дети с особенностями, с развитием аутизма, да? Да. Получается так. Александр, а как вот родилась идея для создания такого лагеря? Ну, к нам обращались родители с такой проблемой, что детей и таких родителей берут с удовольствием в любой лагерь. Есть множество программ, которые обеспечивают. Но таких детей без родителей отпустить опасно, боязно, да и непонятно, кто с ними будет работать. И сложно, даже родители сложно таких детей отпустить. Но ни один детский санаторий не мог принять родителей бесплатно. Ну, за деньги, конечно, таких семей, как правило, не бывает лишних денег. А потребность была. Они хотели, чтобы дети, как и другие, могли ездить в лагеря, тем более есть оплаченные места, где они могут участвовать. Но не хотели отпускать их одних, хотели быть вместе с ними, может быть, помогая им, там, ухаживать за ними. Ну, тоже быть, будя на природе, будя с ними в контакте, может быть, отдыхая от постоянной готовки, от постоянного ухода. Вообще, есть такие родители. И вот год назад мы стали искать варианты, как можно сделать такой лагерь возможным. Для этого нужны деньги оплатить пребывание родителей. Это недешево, там, недели, две, две, большие суммы, да. Нужно специальное оборудование. Для этого нужны деньги, потому что таким детям надо не просто быть, а заниматься, развиваться, социализироваться. Для этого нужны специальные приборы, оборудование, механизмы, которые, как правило, стоят недешево. Стали заниматься искать варианты. Вот мы подали на проект федерального гранта президентского, описали этот проект. И летом нам подтвердили, что мы выиграли этот грант и выделили средства, необходимые для его проведения. Это большая сумма, это позволяет и разместить, и родителей. И сделать методические материалы, напечатать, создать сайт, портал, который поможет таким подобным родителям действовать в этих ситуациях. Узнать о методиках, узнать о способах, куда обратиться. Такого централизованного по Рязани не было. По России, может быть, можно найти, но тоже информация разорвана. Мы хотим такой делать портал, который поможет определению лагеря. И таким родителям найти какой-то выбор для себя, какой-то вариант решения. Также мы собираемся делать материалы для детей. Множество, большая часть суммы будет подращена на оборудование, которое поможет этим детям развиваться. Такого-то может даже социализировать и дать возможность в обществе чувствовать себя гармоничнее. Когда вы откроете первую смену и где планируете ее разместить? Первая смена пройдет в мае 2018 года. Пройдет она на базе санатория Колос. Там очень красивая природа, там замечательные большие ели. Ребятам там будет очень комфортно и уютно. С какими-то трудностями, наверное, уже на первых этапах сталкиваетесь? Ну, естественно, проект большой. Вот мы начали сейчас уже, в сентябре, начали подготовку к майской смене. Небольшой смене, которых мы множество обычно проводим. Наша организация множество проводит лагерей. Но вот к этой смене мы начали подготовку намного заранее. Мы готовим сейчас вожатых. Вожатых готовых работать с такими детьми в Рязанской области практически нет. Их надо готовить как морально. Готовить их, объяснять, что это за дети. Знакомить с такими группами, знакомить с их поведением. Многие боятся. Это отпугивает. Не умеют. Чувствуют себя неуверенно. Хотя это должен быть помощник такому ребенку. Вот мы готовим вожатых. Мы ездим по разным примерам по России, смотрим, как это все реализуется. Помощь, естественно, нужна. И для чего мы хотели об этом заявить. Потому что, естественно, у нас собралась команда специалистов, команда людей не безразличных. Но никогда много не бывает. Поэтому, если есть специалисты, желающие участвовать в этом проекте, предложить к этому проекту усилия, которые могут помочь чем-то, предложив какую-то свою помощь, методику, может быть, содействие какое-то. Мы зовем таких специалистов. А также мы говорим, что проект открытый. Он не для каких-то определенных детей. Он для всех детей Рязанской области. Все дети не смогут попасть. Но первые 20 детей и 20 родителей, которые появятся в мае, мы хотим выбирать абсолютно честно. Мы уже сейчас приглашаем родителей таких детей к участию в этом проекте. Ведь родители могут помочь нашим вожатым. Придя с ребенком, проконсультируя. Можем предложить какую-то помощь в лагере. Что он может провести какое-то занятие для других ребят, не только для своего. Может оказать какое-то содействие в чем-то. Ну, что он может. У всех разные есть возможности, ресурсы. И те родители, которые будут больше участвовать в этом проекте, мы, естественно, в первую очередь будем их выбирать для участия в этом лагере. Поэтому, если есть такие заинтересованные люди, часть мы уже знаем, которые уже участвуют в проекте, помогают нам. Но еще есть возможность взять и стаб. Так что... Я правильно поняла, что вы предлагаете ребенку вместе со своей мамой или папой быть в этом лагере, проживать вместе, да? Да, конечно. Они поедут ребенку с строителем. И постепенно мы планируем, что в течение лагерной смены они будут... Мы будем стараться дать возможность строителям отдохнуть. Насколько это возможно. Это все индивидуально, у всех, все это такие, особенно дети, им очень индивидуальные подходы. Будем смотреть, будет давать возможность строителям отдыхать. Будем учить родителей при помощи специалистов, которые уже в команде у нас есть, которые готовы это делать. Будем заниматься детьми. Там будет очень много оборудования специального для таких ребят, которые они могут бесплатно пользоваться. Все это бесплатно. Все это на средства президентского гранта и поможет наших ребятам. А вот какова цель вообще этого проекта? Ведь мы знаем, что социализация такой термин, понятие, которое чрезвычайно, чрезмерно важно для таких вот детей с аутизмом. Вот что такое социализация, для чего она нужна? Эти дети очень мало общаются со своими сверстниками, как правило, и с другими взрослыми. Они очень закапсулированы, так скажем, в своей семье. Им сложно найти такой контакт. Для того, чтобы ребята попробовали пообщаться со своими сверстниками, пусть даже с подобным же заболеванием, с другими взрослыми, с вожатыми, с ребятами, которые хотят им помочь и приобрести жизненный социальный опыт. Именно попробовать себя в простых бытовых вещах самостоятельно. Потому что дома им оказывают помощь и поддержку их родители и близкие. Здесь в условиях лагеря ребята могут быть более самостоятельны. Какие-то бытовые простые вещи мы будем учить их выполнять самостоятельно. Мы попытаемся, чтобы ребята немножко все-таки абстрагировались, отделились от своих родителей. Родители поучаствовали в своих каких-то обучающих программах. А ребята попробовали питаться в столовой. То, что обычные дети делают каждый день в лагере для аутичного ребенка, это сложно. Они ни разу не пробовали этого. Здесь мы хотим дать им такую возможность. Самостоятельно пойти на прогулку с другим человеком, не с мамой, не со своим педагогом, а вот с другом, которым стоит ему вожатый. Поучаствовать в каком-то мероприятии. Потому что часто эти дети не могут принимать участие и даже ни разу не пробовали выступить на сцене. А для них это очень важно. Это как раз тот элемент социализации, который мы хотим им подарить, дать возможность. Скажите, а смена планируется стать разовой или уже понятно, что это будет на постоянной основе такая работа вестись? Проект подразвивает систему таких лагерей. Это первый этап. Система сама является первым этапом. Это будут круглогаличные смены. И основные затраты именно на первую смену. На оборудование, на обучение вожатых, создание металлических пособий, порталы, интернет, ну и прочие подготовки. Очень радует, что мы не заставляем вожатых, но вот из нашего приотряда 40 человек откликнулись, сами пришли на такие дополнительные занятия с такими особенными детьми. Нельзя сказать, что все вокруг хотят с ними работать. Но вот у нас вожатые откликнулись, и 40 человек сейчас ходят, обучаются бесплатно, с посредством, чтобы уметь быть готовыми. И вот этот проект, который сначала подразвивает систему таких лагерей для особенно детей, в дальнейшем мы, конечно, хотим, чтобы эти дети ездили в простые лагеря. Для этого должны быть готовы вожатые, должны быть готовы эти лагеря, их родители, сами эти дети должны быть готовы к этому. И это такая система лагерей. По идее это должно быть, что каждый ребенок имеет право общаться со своими сверстниками, подростками в школе, в лагере. А вот скажите, насколько важен опыт, может быть, других городов, с кем вы уже пообщались? Сейчас начинают появляться такие лагеря и организации, которые заинтересованы в проведении подобных мероприятий для детей с ограниченными возможностями, в том числе для детей с аутизмом. Но их не очень много. Мы не так давно съездили на форум фонда «Обнаженные сердца», который назывался «Каждый ребенок достоин семьи». Там как раз очень большая часть этого форума была посвящена детям с расстройством аутистического спектра. И в том числе была секция, которая нам очень понравилась и заинтересовала. Это по организации летнего отдыха для таких детей. Там рассказывали опыт и наших российских городов. Это Тула, Челябинск, другие города России. И опыт американских друзей, которые тоже делятся своими методическими наработками. Привозят и рассказывают, что вообще у них как происходит. И некоторые организации, которые проводили уже такие лагеря, они говорят, что у детей идет социальный прогресс. Они готовы после первых смен, когда они именно с родителями побывали в лагере, приехать уже самостоятельно. И они с того, что берут и пробуют реализовывать смены даже самостоятельно без участия родителей. В том числе, я думаю, что будет возможность, чтобы дети даже без сопровождения участвовали в сменах обычных лагерей. Как уже говорил Александр. Мы понимаем, что на самом деле это такая сложная работа. И мы еще что-то немного не умеем. Поэтому мы воспринимаем весь опыт и всю помощь всегда открыто. Тех специалистов, которые приходят к нам абсолютно безвозмездно помогают, советуют какие-то вещи. В каких-то ошибках, которые сами люди прошли. У нас есть наша благотворительная организация, «Свой путь». Они рассказывают какие-то моменты, которые они уже столкнулись, проводя свою работу загородную с такими детьми. И вот они тоже советуют какие-то вещи. Мы абсолютно все слушаем, ездим. Сейчас собираемся ехать в Нижний Новгород. Там есть у коллег очень хороший опыт. Мы были в Иваново, где видели, как выступали на заседании в большом общественной палате. Вышли ребята с аутизмом и пели песню. Группа ребят. Да, а потом показали их одежду, где были их рисунки, были в дизайнерской одежде реализованы. Это здорово, это хороший опыт. И то, что этих ребят показывают, не прячут, а показывают на областных мероприятиях правительства. Да, где-то все открыто показано, что это есть. Это, ну, в обществе это сейчас есть. Александр, вы, телезрители сейчас заинтересуются, допустим, этой темой, да, или родители, или люди, которые могут чем-то помочь. Как можно вас найти, куда стоит обратиться? Ну, у нас есть телефон, в нашей организации, у нас там не так много, 992-963. Можно звонить туда, спросить, предлагать, может быть, что-то. Да, также у нас есть сайт, можно на нем информацию связаться, написать там ВКонтакте. Сколько детей поедут в первую пилотную смену, если можно так ее назвать, и что нужно сделать родителям, чтобы попасть, если кто-то заинтересуется? В первую пилотную смену планируется 20 детей, 20 родителей. Родителям нужно обратиться к нам и заявить о своем желании, сказать, что мы хотим, мы хотим помогать, мы хотим участвовать, мы готовы. Будем очень рады видеть. Скоро заработает и специализированный сайт нашего лагеря, там тоже можно будет оставить заявку и поехать. В будущем летом вы планируете одну смену, или пока еще рано загадывать? Мы хотим провести одну смену, действительно попробовать, посмотреть какие-то моменты. Дальше, после этого мы хотим собрать совещание при правительстве и обсудить успехи, обсудить какие-то моменты и запланировать, чтобы это было постоянно. Естественно, мы хотим, чтобы было круглогодично, чтобы в каждую каникулу проводилась хотя бы одна смена, чтобы дети могли участвовать. Потому что детей таких много. И чтобы опыт Рязанского региона, Рязанской области со временем стал передовым для всей страны. Спасибо вам большое за беседу. Для зрителей напомню, что в гостях у нас сегодня был директор Центра развития Пламенной Александр Ширяев и руководитель проекта системы интеграционных лагерей для детей с аутизмом Елена Скатькова. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова